Ну вот, есть у меня ПК и что? Что я буду с этим делать? В Baldur's Gate 3 ты не мог бы поиграть в то релизы на консоли, а на ПК там люди в неё год играли. Я в какой-то момент устал читать большое количество описаний предметов. Они уже кадры генерируют, которых не существует в видеоигре, показывают тебе, и ты не отличаешь их от настоящих на глаз. А что будет через пару поколений? Придумают ПК-2. Всем привет! Это Марат Шабаев, соведущий подкаста «Плюс-минус игры». Выпуск, который вы сейчас услышите, мы записывали 6 августа на «Плюс-дача» в парке Горького. Это была открытая запись со зрителями, так что заранее просим прощения за качество звука. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Давай представимся, тут не все люди всё-таки нас знают. Давай я тебя представлю. Это Вадим Елистратов, шеф-редактор технокоммуникации «Яндекса». И ещё ведущий подкаста «Горящий бензовоз». Это Марат Шабаев. Его недавно повысили. Он теперь главный по иностранному контенту в редакции «Кинопоиск». Ну, давай назовём это так. Допустим, руководитель зарубежного направления медиа. Мы обещали перед этой «Плюс-дачей» сказать вам одну важную новость. Поэтому наша важная новость — то, что наш подкаст закрывается, и это последняя его запись. Да, это открытая запись закрытого подкаста, так что вы присутствуете на уникальном событии. Напоследок мы решили прям оставить самую сладенькую дискуссию, которая у нас так или иначе проскакивала в разных выпусках, и мы с Вадимом обсуждали за кадром. Это на чём играть в 2024 году, можно даже обозначить не абстрактно, а вот прямо сейчас. Что предпочесть — консоли или персональный компьютер? Как всегда, мы занимаем разные стороны, такие противоборствующие. Я, как человек практичный, буду отстаивать консоли. PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam Deck — отчасти консоли, отчасти ПК. Вадим, как человек богатый, будет топить за ПК, как более обеспеченный. Поэтому он заранее на проигрышной стороне. Сейчас у нас будет такой спор между двумя разными философиями. И я сейчас просто в той стадии, я обычно такой консоли, ПК, консоли, ПК. И я сейчас вот нахожусь в той стадии, когда я такой ПК, консоли текущие подустарели. И ПК действительно сейчас на марше. Он действительно круто ощущается, круто воспринимается. Марат будет сейчас набрасывать на ПК, я буду пытаться его отстоять. На самом деле, не типичная для меня позиция, но у нас в этом была концепция подкаста, что мы выбираем стороны и бьём всё. У меня же там взаимоотношения условно ПК когда-то давно и сейчас консоли. И вот на консолях я играю с года 18-го и на ПК не тороплюсь переходить, не тороплюсь возвращаться. Вот, смотри, начнём с того, почему я не пойду и не закажу себе ПК. Цена. Это прям ключевое. Начнём с денег давай. Сколько стоит консоль? Примерно всем понятно, если мы говорим про главные крупные консоли. Это PlayStation или Xbox. Диапазон порядка 40-55 тысяч. И у вас есть новая консоль. Либо PlayStation 5, либо Xbox 7. Уже дешевле. Уже дешевле. Ты давно не следил. Ну, так я купил давно. Ты что говоришь, крупные консоли? Крупная консоль из них только одна. Это PlayStation 5. Вот она реально. Ну, я сравниваю, например, с Nintendo Switch, который можно купить вообще за копейки. То есть базовую версию. Типа Switch Lite можно взять в 1017. Но что происходит, когда я хочу собрать себе игровой ПК? Во-первых, ну, наверное, если я собираю игровой ПК, я должен предполагать, что он должен быть как минимум таким же сильным, как PlayStation 5, а то и лучше. И видеокарта — это RTX 3060. Стоит она порядка 35-40 тысяч. То есть практически столько, сколько стоит целая консоль. Ты прям все цены запомнил, как будто сейчас сам торговать начинаешь. Вообще, я проверял буквально вчера. Я просто думал, может, действительно собрать ПК. Но я увидел это, и меня вообще не убедило. То есть еще я думаю, надо докупать мышь, клавиатуру, докупать экран. У меня нет монитора, у меня есть телевизор. Телевизор подключил. Ну и что, вот сидеть с клавиатурой перед телевизором? Берешь кресло, ставишь такой вот стол, сидишь, играешь. Это еще и кресло купить нужно. Диван. Ладно, диван у меня есть. Вообще, ты видел этот мем про то, что нужно мужчине телевизор с кланом Сопрано, стул и все, и больше ничего. Поэтому при желании ты можешь играть в ПК и даже со своим сетапом. Но в любом случае это сильно дороже. И тут, наверное, ты не будешь спорить, что ты же не покупал себе ПК за... Я не знаю, будешь ли ты озвучивать сумму или не будешь. У меня сборка, которая 280 тысяч стоит. Это я еще где-то срезал углы и где-то сэкономил. Я прям чувствую, как идет классовая ненависть по залу. Но смотри, за 280 тысяч можно купить все консоли актуальные. Еще останется на несколько обедов. Да, но радость они принесут не столько. Тем более, что все консоли-то у меня есть. Это не то, чтобы вещи, которые я думал. Но в действительности, даже если ты соберешь ПК сильно дешевле, это просто я такой, вот, хочу SSD получше, отказаться от жесткого диска в принципе. Это самый тихий ПК в моей жизни, потому что я избавился от жесткого диска. В принципе, поставил водяное охлаждение. Вот это все, но это не обязательно включать. Можно пока собрать сильно дешевле, и он все равно будет сильно мощнее, чем PlayStation 5. Давай про доступность тогда. Ты говоришь, что я собирал ПК, но там в случае с консолями собирать ничего не нужно. И тем более нет никакой разницы между версиями. То есть Xbox есть серия S, серия X. Все, два варианта. Свитчи отличаются исключительно яркостью экрана. Steam Deck отличаются, собственно, тем же и внутренней памятью. Как собрать ПК? Про сложность сборки. Смотри, есть два варианта. Во-первых, есть вариант для тех, кто прям любит ковыряться. Ты читаешь 30 статей, ты смотришь 40 гайдов на YouTube? Нет, ты читаешь одну статью. Просто вбиваешь в Яндексе, какой сейчас компьютер купить. Там будет какая-нибудь актуальная конфигурация. И ты, на самом деле, очень быстро узнаешь, что все покупают один и тот же процессор. То есть я когда собирал комп, я такой пошел. И мне все-таки пишут. 7800 X3D от AMD, лучший процессор для игр. Все писали. Я такой, ну хорошо, положить корзину. Все. То есть ты не смотришь там 150 процессоров. Ты начинаешь смотреть, если ты, конечно, пытаешься там сильно сэкономить. Там уже тогда можно спуститься по линейке вниз. Но все равно это будет понятно, что вот у них есть такая линейка. Там взял не 7800, а 5800. И все. Видеокарты тоже как бы. Ты просто смотришь так. Стоимость видеокарты и мой кошелек. Находишь, где они как бы с какой они точки сходятся. Покупаешь видеокарту, играешь довольный. Мне просто люди писали. Такие, ты что, не сам собирал компьютер свой? А ты не сам собирал свой компьютер. Я не сам. Мне ничего делал больше ничего. Ты за сборку еще заплатил? Ну, не сильно много. Там какой-то процент. То есть 280 плюс уже. Ну, плюс-минус. У меня на самом деле вышло дешевле, потому что у меня забрали старый ПК и выкупили его целиком. И вычли из цены нового. Поэтому получилось вообще достойно. Суммарно у меня получилось где-то 200. Ну, я все-таки думаю, что ты потратил больше пяти минут даже на выбор комплектующих. Я написал прям человеку-сборщику. Говорю, хочу примерно вот такое. С такими-то условиями. Он такой присылает мне конфигурацию. Я ему окую. Он собирает, присылает мне сборку. Все. И это реально была самая простая покупка ПК в моей жизни. Он ко мне приехал. Я уже вечером играл в Doom Eternal на мышке. Почему люди выбирают консоли? Почему я в том числе выбираю консоли? Не только потому, что это дешево и доступно, но и потому, что там есть игры, которых нет на ПК. Сейчас поспорим, каких игр там нету. Но все-таки, допустим, сейчас не 2024 год, а 2023, когда Sony еще не так активно занималась портами. И, допустим, мы не говорим про эксклюзивы Xbox, потому что у Xbox нет эксклюзивов. Они одновременно шарашат на ПК и на Xbox. Но до недавнего времени Sony не так, чтобы торопилась выпускать свои эксклюзивы на ПК. И до сих пор не торопится. То есть Bloodborne все еще заложник PlayStation 4. Bloodborne — это прям смешной аргумент. Сколько ей уже лет? Посмотрел ты там сериал? Они просто забыли, какой они код написали, поэтому они не могут ее уже перевыпустить. Они уж такие, типа, блин, мы что-то там накодили, комменты плохо написали, уже не разобраться, все. Только если с нуля будем ее делать. Но это не единственная платформа с эксклюзивами. То есть, например, игры Switch точно никогда не появятся легально на ПК. Не надо говорить эмулятор и склонять нас к пиратству. Смотри, я хочу, например, поиграть в Zeld'у, про которую я слышал очень много. Ну вот есть у меня ПК и что? Что я буду с этим делать? То есть я буду просто либо пиратить, либо смотреть какие-то видосы на YouTube? Хорошо, а на Switch ты поиграешь в Cyberpunk 2077? На консолях есть Cyberpunk? Ну то есть ситуация такая, что на консолях все крупные AAA-тайтлы? Нет, ты цепляешься за эксклюзивы. Эксклюзивы типа есть у каждой платформы. А у ПК есть там куча инди-игр, которые выпускают в первую очередь на ПК, а потом портируют на консоли. Куча клевых игр, которые, например, находятся в каком-то там раннем доступе, они доступны только на ПК, потому что ПК — открытая платформа, она поддерживает эту вот систему, что ты можешь прям играть в игру, которая в процессе доработки. В Baldur's Gate 3 ты не мог бы поиграть в то релизы на консоли, а на ПК там люди в нее год играли. То есть как бы своего рода эксклюзивность там есть как раз в открытости, в свободе этой платформы. В Baldur's Gate, кстати, я мог на Mac поиграть, потому что она практически сразу была адаптирована. Ну и про эксклюзивы. Про эксклюзивы в целом. Nintendo — ладно. Я, кстати, не уверен, что вообще фанаты Switch'а с фанатами вот этих больших AAA-игр ПК сильно пересекаются, как будто это немножко разные вещи. Ну а вообще как бы я за пиплатформенность выступаю, что нужен ПК и одна какая-то консоль. Если тебе нравятся игры Nintendo, хорошо, купи Switch. Но в целом про эксклюзивы сейчас ситуация такая, что Microsoft постепенно превращается в мультиплатформенного издателя. И такая, мы делаем все наши игры для ПК. Ты такой сидишь, окей, у меня есть ПК потрясающий. И Sony такая, ну в принципе Helldivers 2 на релизе. Все вообще около мультиплеерные игры, там и игры, в которых Sony сомневается, они сразу дропают на ПК. И все остальное, ну доедет. Через годик, через полтора, ну доедет. Если ты вот не мы с тобой, да, которые такие, надо переплатить за ранний доступ, поиграть на три дня раньше, чтобы написать текст на кинопоиске, рассказать в подкасте. Большинству людей там, ну вот сейчас выйдет бог войны, Ragnarok осенью, поиграют на ПК с радостью. Будет еще выглядеть лучше, чем на PlayStation 5. Кайфанут по полной. Большинство людей, и я в том числе, я не то чтобы играю в огромное количество инди-игр. Меня интересуют игры какие-то AA-тайтлы, или очень видные инди, которые и так плюс-минус везде выйдут. То есть тот же Hades 2 везде дойдет, или на Steam Deck есть. Ну то есть мне зачем ПК, если я не играю в совсем какие-то обскурные игры, или не переигрываю классику 90-х. Ну то есть мне кажется, что в целом консоль закрывает потребность человека, который играет в игры не 40 часов в неделю, а играет в игры, ну вот, 3-4 часа в неделю. Мне кажется, более чем достаточно. Пока за 280 тысяч в этом плане просто дикая переплата. Как бы и зачем? Во-первых, там, кстати говоря, если ты, например, в такие игры поменьше играешь, то консоль становится дорогим удовольствием, потому что там в целом инди-игр подороже. Я сейчас как раз забурился в ПК-гейме, сделал себе Steam Казахстан, и цены там, ух, закачаешься. Ты никогда Space Marine 2, например, не купишь за такие деньги, как я купил на ПК. Поэтому, в принципе, выгода там потихоньку накопится. Смотри, еще переходим к моменту с железом. В целом, консоли, мне кажется, удобнее для издателей и разработчиков, потому что ты, когда делаешь игру, ты оптимизируешь ее под понятные стандарты, потому что, как бы, PlayStation 5 все они внутри одинаковые, Xbox все внутри одинаковые и так далее, и так далее. И максимум работаешь на две платформы, там, PlayStation 5 4, Xbox One и Xbox Series. В случае с ПК ты не можешь добиться идеальной оптимизации, потому что конфигурации на разных сборках абсолютно разные. Из-за этого мы получаем вот этих вот нервных людей, которые записывают видео. Во-первых, мне кажется, ПК-геймеры, в принципе, более нервны еще, потому что они всегда играют с включенным счетчиком... Нифига себе обобщение. Мне кажется, я сказал. Вообще, ПК-геймеры не моются, да. Смотри, включенный счетчик FPS, который всегда вот где-то мельтешит. Мне кажется, когда люди видят, что... Я включаю, то когда первый раз запускаю, а потом выключаю. Я даже на Steam Deck'е так играю, который почти ПК. То есть, когда у меня с 40 до 39 скачат, у меня инфаркт сейчас будет. Все, игра говно, плохо оптимизирована. Но на PlayStation, например, прям резких каких-то падений в качестве, если не брать какие-то отвратительные игры, которые выходили в последние годы, ты никуда не денешься от того, что в целом оптимизация на консоли всегда будет удачнее. Давай аргумент про оптимизацию. Во-первых, сейчас и на консоли херово оптимизируют в большинстве своем. Практически все игры выходят такие. Как только на консолях появился, типа, этот VRR, и стало не обязательно притягивать FPS к герцовке твоего телевизора, все забили хер на эту оптимизацию. Раньше вот это была такая дорогая, покадровая, где там сидели инженеры и такие, «А, у нас в этой сцене 29 кадров, а не 30. Давайте уберем вот этот вот с пола хагня и сделаем, чтобы было ровно 30, было все красиво». Но сейчас уже и на консолях подзабили, потому что, ну, в целом, инструменты разработки стали проще. Очень многие разработчики говорят, что, например, сейчас игры делать проще и оптимизировать как будто проще. И плюс появились вот эти вот все технологии, которые компенсируют падение кадровой частоты, и как бы разработка игр уже в целом изменилась. Плюс у консолей еще очень много вариаций. То есть разработчик сейчас сидит такой, так, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5. Осенью будет PlayStation 5 Pro. Что им еще стоит, как бы, добавить несколько таких топовых конфигураций ПК популярных? Ну, смотри, тогда мы упираемся в другую проблему. Проблема настроек, которая меня раздражала, когда я раньше играл на ПК. Каждая настройка — это просто какой-то ужасный геморрой, потому что ты думаешь, ставить высокое, ультра, среднее, низкое, и это на каждую характеристику. В то время, когда консольная игра тебя ничего не требует практически за исключением... Ты в курсе, что там есть кнопочка, типа, автоматически определить настройки под мою конфигурацию? Работает довольно отвратительно. Я помню, как это работало с филотами. Нет, смотри, там есть пресеты. Ты, например, ставишь среднее, это кто-то реально потестировал, и, скорее всего, все будет нормально работать. Не знаю, вот мой опыт пресетов был абсолютно отвратительно. Опять же, про настройки. Я тоже раньше такой говорил, что классно, ты просто запустил, и все. Сейчас это поколение консолей, оно полностью испортило вообще этот аргумент. То, что ты такой запускаешь игру на PlayStation 5, и она тебе такая, зарегистрируйся в Battle.net. И ты сидишь с геймпада, вводишь текст, пытаясь там войти в свой аккаунт, вспомнить пароль, зашел такой, и игра такая тебе, вот у нас пять пресетов разных настроек, сейчас есть и по пять, и по шесть. То есть на консолях тоже появились настройки. И в целом, как будто... Их сильно меньше. Ну, их сильно меньше, они тоже есть. Там надо сидеть и поковыряться. Все равно в каждой игре ты такой сидишь и выбираешь. Мне вот баланс, приоритет фреймрейта, приоритет разрешения, сидишь и ковыряешься. А сейчас еще в играх появились реально прям настройки графики, тени, там в некоторых консольных играх. Они просто берут, переносят это с ПК. В целом, настройки на консолях, они действительно появились, но они сводятся, как правило, вот к одной опции. Ты выбираешь действительно, что ты хочешь посмотреть. Фреймрейт, или тебе нужно честное 4К, или что-то среднее. В целом, большинство игр это единственная опция настройки. Максимум, тебе еще могут предложить включить VRR, если у тебя телевизор с VRR и поддерживает переменную частоту кадров. Ну, вот Человек-паук, на самом деле, может, игра такая, наиболее нагруженная настройками с последнего времени, которая мне вспоминается. Но все остальное, не знаю. Это просто занимает 40 секунд, когда ты думаешь, тебе что приоритетнее. Почему я сейчас начал топить за ПК? Потому что консоли текущие, они вышли прям незадолго до всей нейросетевой революции. PlayStation 5 и Xbox Series X они проектировались немножко в другом мире. И поэтому сейчас Nvidia масштабными скачками, она там добавила вот эти все нейросетевые апскейлеры, генерацию промежуточных кадров. И ты в итоге на ПК просто включаешь три галочки, и у тебя ничего не тормозит. Даже если у тебя видеокарта там среднего класса, плюс-минус. Благодаря этим технологиям у тебя настолько большой запас мощности, что у тебя просто монитор твой не догоняет чаще всего, потому что у меня монитор 144 Гц, и как бы сейчас это считается уже мало, потому что там можно и 240 играть в некоторые игры. И у тебя игра упирается в возможности твоего монитора. То есть там нет проблем прямо с производительностью. Ты так говоришь, как будто консоли, в общем, застрянут в нынешнем своем развитии, но уже PlayStation 5 будет частично связана с нейросетями. Мы еще ничего не знаем. Они пока что PlayStation 5 Pro не анонсировали. Добавлю слово возможно. Xbox, насколько я понимаю, точно будет как-то использовать нейросети, использовать точно облачные технологии. То есть просто за то время, пока ты собираешь себе дорогой ПК и обновляешь его, выйдет консоль за 60 тысяч, которая тоже, знаешь, совершит какой-то... Я, правда, не очень верю, что она будет стоить 60 тысяч. В 2026 году, наверное. Ну и ПК не будет уже стоить 300 тысяч и будет стоить 400. Ну так и ПК не будет стоить на месте. Ты прикинь, Nvidia за это время выпустит еще два поколения видеокарт. Ты прикинь, что там будет? Что они еще придумают? Они уже кадры генерируют, которых не существует в видеоигре, показывают тебе, и ты не отличаешь их от настоящих на глаз. А что будет через пару поколений? Придумают ПК-2. Еще одна опция, которая мне в консолях ужасно нравится. Вот, например, мы с тобой закончим записываться, и я после этого пойду в гримерку, заберу свои вещи, достану стимдек, и спокойно, вот когда буду ехать в поезде обратно в Петербург, буду играть на стимдеке. Ну а я живу в Москве, поэтому мне стимдек не нужен. Но ты тоже бываешь в Петербурге, и ПК ты с собой не положишь в рюкзак. Свитч? Но свитч тоже тяжелый, может быть, в рюкзаке, Вадим. Ты сейчас что пытаешься сказать? Я пытаюсь сказать, что консоли делают игровой опыт еще доступнее за счет того, что они могут быть портативными. И портативные консоли... Я бы стимдек не считал консоли в полной мере. Ну это и нашим, и вашим, скажем так. На стимдеке есть настройки, это в полной мере... Это вообще... На стимдеке есть пресет, который называется и все, больше ничего делать не нужно. Нет, но стимдек, де-факто, это ноутбук на Линуксе, который засунули в корпус другой формы, сделали экранчик и органы управления. Ты на нем играешь. И более того, говорят, следующий Xbox будет такой же. То есть Microsoft хочет уйти на более открытую платформу и продавать тебе просто ПК в коробочке, в котором тоже будут настройки, графики. Это будет такой референсный PC, как Google Pixel или как майкрософтовские ноутбуки, которые они продают. Это будет просто референс, но ты можешь собрать себе любой ПК и играть на нем в те же игры Xbox. В любом случае, это стимдек, мне кажется, гибридный вариант, как минимум потому, что ты его по комплектующим не собираешь. Он у тебя есть готовый из коробки, ты можешь на нем играть. ПК есть тоже готовый из коробки. Хорошо, если тебя не устраивает стимдек, смотри, есть Switch. Switch все еще консоль, которая, ну, во-первых, не просто портативная, но, во-первых, дает тебе какой-то прикольный опыт, которого у тебя нет на ПК. Как раз-таки за счет своего форм-фактора. Почему мы не говорим про прикольный опыт на ПК? Ты играл в Diablo на мышке, в Doom Eternal на мышке? Играл. В Doom Eternal играл на мышке. Это же совершенно другая игра, нежно ли на консолях. Нет, это ровно та же самая игра. Более того, она даже на консолях по-другому сбалансирована, потому что ты очень плохо целишься, медленно стреляешь и не можешь делать невероятные вещи, как раз делается мышкой. Говори за тебя, я отлично целюсь, я отлично стреляю. Никто не может так целиться, потому что мышка, в целом вот эта вот ее способность, то, что ты, например, в прыжке стреляешь под себя. Ну смотри, сочетание клавомыш в целом, мне кажется, оправдано мало где. Ну только не знаю, в стратегии. В стратегии действительно неудобно играть на геймпаде, ну просто там нужно много кнопок. Все остальное прекрасно, мне кажется, идет. Ну ладно, смотри, не суть. Это я скорее отстаиваю возможность поиграть в EA Title, а не обязательно в Doom Eternal играть с клавомышкой. Давай, например, не про абстракцию, а про какой-то, не знаю, релевантный опыт. Вот последние три тайтла, в которые ты играл на ПК. Я сейчас прохожу Cyberpunk, дополнение Phantom Liberty, наконец-то. Я специально ждал момент, когда я решусь собрать ПК, потому что я все-таки несколько месяцев решался, думал, нужен ли он мне или нет. Решил, что все-таки нужен. К тому же Cyberpunk это хороший аргумент в пользу ПК, потому что выглядит он совершенно невероятно на ПК, просто как будто другая игра. Загнул. Один палец. Еще игры. Helldivers. В Diablo поигрываю, потому что Diablo на консоли, мне кажется, каким-то извращением, мне больше нравится на мышке. Ну, смотри, мы опять упираемся в то, что если у тебя немного денег, все эти игры доступны на PlayStation 5. И стоят дороже. Ну, они стоят дороже, но и PlayStation стоит дешевле. Ну, я не знаю, просто в Helldivers графика, мне кажется, ну, в пеликоне самое важное. Самое важное это там динамичный геймплей, когда ты общаешься с друзьями, вы разговариваете, вам весело и так далее. А Diablo, наверное, не знаю, просто мне не кажется, что это прикольная игра, то есть я как пожалел, поиграв в нее на Xbox, я так, думаю, пожалел бы и на ПК. Если у кого-то есть какие-то комментарии по теме выпуска, можно высказаться, но в целом, конечно, можно и вопросы позадавать. Ребят, сперва хочу сказать вам спасибо большое, вы супер, спасибо большое за подкасты, а дальше вопрос конкретно к консольщикам. А почему вы не учитываете возможность кастомизации, такую, как у компьютеров, в пользу эстетики исключительно, то есть плюс к компьютерам, потому что, допустим, те же самые помпы с анимациями те же самыми, допустим, которые можно кастомизировать и так далее, они же имеют больший вес по влажности, мне все-таки кажется, кастомизации. Ну, это кому как, ну, то есть лично для себя не рассматриваю, то есть я ничего не кастомизирую в целом, никогда по жизни. Мне нравится вот, типа, вариант из коробки, и, конечно, прикольно, когда есть какие-то всякие дополнительные штуки, чисто эстетические. Наверное, это прикольно, но в целом, ну, не знаю, то есть я татуировки тоже не люблю. Не то, что я презираю, но это тоже кастомизация тела такая. Марат выбрал базового персонажа, и так он всю жизнь живет. Все так. Футболка белая, штаны синие. Вот у Вадима с принтом. Сразу видно, кто ПК-шник. Еще и аниме. На самом деле, по поводу кастомизации, в ПК мы еще даже не обсудили тот факт, что ты можешь видеокарту просто поменять. Я часто делал, у меня ПК чуть-чуть устаревает. Пошел, купил новую видеокарту, пока не менял, обновил. И плюс еще, да, мы с тобой даже моды не обсудили. Мы обычно перед подкастом с Маратом садимся и выписываем какие-то наши аргументы, чтобы не теряться. И мы оба не вспомнили про существование модов, потому что мы ими не пользуемся. Но мода на самом деле важная вещь. Я не говорю там про моды, которые заменяют противников на паровозика Томаса. Я говорю про моды. Есть ютубер потрясающий Найки Джейки, который прославился как раз роликом про Red Dead Redemption 2, где он там сидит на таком шаре и рассказывает про то, почему в этой игре катастрофически устарел геймдизайн. И потом он вернулся спустя, по-моему, два или три года, снял вторую часть этого видео, он установил Red Dead Redemption 2 на ПК и поставил все моды, которые лечат все вещи, которые он ненавидит в этой игре. И он там был в счастье, что наконец-то я поиграл в нее в той форме, в которой я себе ее представлял. То есть бывают и такие случаи. Ну да, многим, конечно, важны моды. Я не знаю, практически никогда не пользовался модами. Плюс они так или иначе все равно есть в каких-то играх на консолях. То есть, например, вот недавно вышел... Ну это прям узкая тема. Ну это узкая тема. Ну вот, например, я воспользовался, когда вышел мод на Starfield с локализацией. Я такой, опа, дай-ка проверю. Посмотрел, подумал... Игра лучше не стала, да? Нет, я просто подумал, может теперь я ее допройду, типа, потому что я в какой-то момент устал читать большое количество описаний предметов, но я как бы поиграл 5 часов и все равно сломался. Отпусти записки. Но, например, Fallout London, который вышел, я в него ужасно хочу поиграть. И вот здесь мне действительно не хватает пока, потому что я бы хотел поиграть в Fallout London. А в Steam он трудно устанавливаемый. На консольной версии нельзя поставить конкретно этот мод на Fallout. Не в Steam, а в Steam Deck'е. В Steam'е-то он устанавливаемый. Да, в Steam Deck'е, да, говорился. На Xbox'е, к сожалению, и на PlayStation, хотя моды доступны, конкретно Fallout London недоступны. Если честно, если мы... Вот у нас еще был бы выпуск про моды. Я в целом не фанат модов глобально. Вот эти вот особенно, когда люди такие, заменил текстуры на почетче. И пофиг, что сломал всю эстетику игры. Я лучше посмотрю на то, как игру видит разработчик ее изначально. На то, как они там придумывали ее визуальный дизайн и там какие-то концепции. Поэтому моды, ну, штука такая. Мне кажется, что я модами в последний раз увлекался еще во времена Max Payne 2. У меня был любимый мод, где в слоу-мо врубалась песня Linkin Park. Из-за этого все казалось круче в 10 раз. Вот вы упомянули моды. И по той же причине, что ПК открытая платформа, есть другая проблема. Есть читеры, которых на консоли нет. Вот по этому поводу, что вы думаете? Слушай, ну, на консолях же есть эти специальные устройства, которые обманывают античит тоже. И люди там целятся, как боги. Короче, на консолях тоже есть всякие варианты. И плюс сейчас еще вот эта история, что на консоли везде практически есть кроссплей. И ты можешь попасть в матч, где игроки из ПК, которые читерят. При этом, как бы, вроде бы система античита, но достаточно сильно развита в хороших играх. Поэтому мне кажется, что, опять же, это все сбалансировалось, в какую-то там середину пришло. И там, и там может быть плохо. Одинаково. Я ПК Боярин. И хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того эксклюзивы, да? Эксклюзивы GTA 6, GTA 5, как выходило. Не кажется ли вам, что эксклюзивы это просто развод Гоев на шекеле? Радикально поставленный вопрос. Вообще, средний человек покупает каждую часть GTA два раза минимум, а то и три. И мне кажется, что для Rockstar просто нашли какую-то для себя вот подходящую бизнес-модель. Ну, во-первых, GTA это суперсложная игра. Это, наверное, самые сложные игры, которые вообще производят человечество по количеству механик, зашитых внутри. Я уж там не говорю, вот эти вот миллионы роликов про внимание к деталям, где там бензин загорается. Ну, и, соответственно, самые дорогие в производстве. Да, то есть это самые сложные игры в мире де-факто. И они просто четко понимают, что если они не будут распыляться, как какой-нибудь Ubisoft, которые такие куда угодно влезут, лишь бы выпустить свою игру, и на iPhone, и там еще где попало. Rockstar такие. И у них сначала таргет две консоли. Сейчас они еще очень сильно похожи. Я думаю, сейчас разработка GTA 6 такая идет в каком-то упрощенном режиме, что они просто целятся в две примерно одинаковые платформы. Там еще где-то ползет сзади Xbox Series S. И они выпустят сначала на консолях премиальную версию. У них целый год без пиратства. Люди будут покупать игру только на приставках. И в это время уже основная команда разработчиков переключится на ПК-версию, и через год выпустят еще хорошую ПК-версию. И когда вот они так разводят по срокам, они действительно стараются ПК-версии делать некое УТП. То есть там либо по графике, либо производительности, либо по каким-то набору технологий. Всегда ПК-версия такое отдельное событие. Я знаю прям кучу людей, которые такие о, вышло на ПК, заново покупают. Это я сам такой. Я GTA 5 покупал четыре раза. Поэтому я думаю, что с GTA 6 будет то же самое. Но советую, конечно, все-таки всем прикоснуться на релизе, потому что это, возможно, будет самое большое событие в массовой культуре в следующем году. Там сейчас рыночные аналитики говорят, что не стоит рядом с GTA 6 выпускать игры там плюс два месяца после релиза или что-то такое. Там будет опять, как в случае с Red Dead Redemption 2, полная зачистка. Будет просто... Она дропнется и будет тишина. Все будут играть только в GTA 6. Я жду этого момента на самом деле. По поводу игровых ноутбуков. Просто про то, что они существуют и про то, что они относительно бюджетнее, чем ПК, насколько я знаю. Но они тоже дорогие, если мощно. Они тоже дорогие. Вообще это странно немного. То есть это как бы ПК, но оно как бы можно с собой брать условно в путешествии или еще что-то. Но это ПК, который нельзя как раз-таки как апдейтнуть практически. То есть это вещь, которая устареет быстрее, чем консоль на самом деле. Потому что у меня был игровой ноут, который я покупал в 15-м году какой-то Asus. Я как раз прошел там один дум и все. И через два года я его включил, чтобы во что-то поиграть и понял, что он как бы морально устарел. Обновить я его не могу и в целом какой-то бесполезный кусок пластмассы. При этом, если рассматривать, что ноут нужен еще, например, для работы, то в этом плане как бы он тоже уже работал ужасно. И зачем, если есть макбук? У меня просто воспоминания об игровых ноутбуках, что это вот такой какой-нибудь толщиной с книгу Alienware. Они еще горячие очень. Да, и у тебя как бы на нем уже можно жарить яичницу, тебе через клавиатуру идет этот жар, ты пытаешься играть, это было всегда очень странное впечатление. Я такой как бы, а что если вот это все горячее железо убрать подальше от клавиатуры и экрана и поставить под стол? Возможно, нам стоит как бы использовать такой вариант. Ты придумал пока. Да, именно. Ну и либо Steam Deck прекрасно. Steam Deck, кстати, не сильно нагревается, но тоже шумит. Ну, по крайней мере, в Steam Deck ты там руки держишь не на самом огне, а ты по бокам держишь. Вот игровые ноутбуки, я не знаю, может я, конечно, отстал, но мне всегда это казалось таким как бы компромиссом. Ну, это компромисс, который, мне кажется, в целом никому не делает лучше. Вопрос есть по поводу текущего поколения консолей. Не кажется ли вам, что оно действительно довольно компромиссное во многих вещах в контексте, что нужно постоянно выбирать тебе такой-то, такой-то пресет даже на играх, которые, условно, порты из PlayStation 3 и где ты не можешь добиться 4К 60 FPS, согласны ли вы, что текущее поколение консолей откровенно слабенькое в плане железа. Я, кстати, консольщик, если что. Но оно, наверное, не в плане железа, а в плане работы с этим железом. Ну, то есть, если конкретно про игры по обратной совместимости, которые работают с прошлых поколений, то, да, в целом, мне кажется, это тема, которую можно было бы доработать. Ну, то есть, почему там до сих пор Red Dead Redemption 1 идет в странном каком-то качестве, почему там Red Dead Redemption 2 до сих пор залочен тоже на сколько, 30 суток. Это Rockstar, она просто ждет, когда ты будешь готов купить ремастер. Ну, они хотят, да, они хотят, вот там человек уже говорил про эксклюзивы, вот та же реплика. Вообще, я не считаю, что новые консоли в целом слабые. У них вот эта главная проблема то, что они пропустили Boom Neuronic, и им не хватает от этого. Но они не вписались просто в него. Какого-то апскейлера. Но в целом, про слабость консолей всегда есть аргумент в виде свеча. У нас есть, как бы пример, Зельды последний. При желании ты можешь делать самые амбициозные, самые масштабные, самые крутые игры на том железе, которое у тебя есть. Поэтому проблема у них в основном сейчас в том, что разработчики такие погнались за фотореализмом, еще за чем-то, но они улучшают сами игры. Но это поколение консолей, я правда согласен, что оно странное, потому что какого-то скачка сильного до сих пор не ощущается. Ну и, честно говоря, суперхитовых эксклюзивов лично для меня на PlayStation 5 не выходило. Вопрос не по теме подкаста, но по теме закрытия подкастов к Марату. Три года назад вы с Ваней Чернявским вели на кинопоиске подкаст «Через вселенную». Ну, второй сезон. После второго сезона подкаст прекратился. Очень интересно, почему? Ну, я думаю, будет вопрос, почему все подкасты с моим участием закрываются. Но пока два — это еще не какая-то эмпирическая база, нужно еще третий со мной закрыть. Вот тогда посмотрим. Почему закрылся? Потому что мы не придумали концепцию третьего сезона. В целом, это вроде не секрет, да? Ну, то есть, первый сезон был не со мной, и он был посвящен обсуждению каких-то актуальных новинок и каких-то тайтлов, которые выходят. Второй сезон был про персоналии, то есть, там, про стеналии и так далее. И в целом он был такой не то, что суперактуальный, а какие-то вечные темы. Но мы в целом с Ваней тогда обсудили всех, кого хотели. А на третий сезон мы долго думали, Ваня хотел про аниме, я не хотел про аниме. В итоге, ну, у Вани есть отличный подкаст про аниме «Омнибус и танкабон» не на «Кинопоиске». Ну, в общем, да, отличный подкаст про аниме у него есть. Но в целом, кстати, если вы любите Ваня Чернявского, он продолжает писать тексты на «Кинопоиск». И, возможно, если будете следить за нами в ближайшие недели, будет какой-то небольшой сюрприз. Давай закругляться и давай поблагодарим всех, кто работал над этим подкастом. Я специально записался, чтобы не забыть. Большое спасибо звукорежиссеру Диме Пшеничному, редактору Даулету Женайдарову, продюсеру Елене Рябцевой. Она здесь сидит. Особая благодарность Ильдару Фатакову, который написал джингл подкаста, под который мы выходили. И арт-директору «Кинопоиска» Жене Николаеву за обложку подкаста и все замечательные картинки, которые он делал. Ну, все. На этом подкаст плюс-минус игры заканчивается, но мы обещаем вернуться, когда выйдет Half-Life 3. Мы запишем специальный выпуск. Всем спасибо. Спасибо.